Встречай зал! Самая попсовая команда открытой лиги! Все, хватит, хватит. Друзья, вы не сделали это. Свершилось, мы стали юбилейной 350-й командой, которая умудрилась вставить ноутверк в свое выступление. И теперь, когда одна половина зала посвящается нашей смелостью, а другая ненавидит нас за это, давайте представимся. Ранние мои творческие души и их туши. Люди, чьи архивы иммора пополняются с каждым новым эфиром в высшей лиге. Ансамбль и морозы и кота на мясо. Прошу любить и жаловать! АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, а сегодня исполняется 5 лет нашим мечтам о том, что следующий сезон мы уже точно проведем в высшей лиге КВН. Именно этому посвящается наш open-air юмора, и я шучу как Коклюшкин 2015. Давайте же знакомься с хедлайнерами сегодняшней тусы. Насенька, первая тучка на ясном небе открытой лиге. Именно имела ли я открою сегодняшнего ПНР? Че, ты споешь? Да, спою. Да ладно. Мы шли вечером, вечером, вечером. Нам спора делать было совершенно нечего. И принадлежу мне тогда, посырят я ведь сестра и... Ася, Ася, Ася. Да как тебе совесть позволила такую песню? Она мне не просто позволила, еще и предложила. Ну что, а я забыл, кстати, поблагодарить тебя за твое сногсшибательство. Потому что если бы не ты, не твоя бита, и твое оркестров, как у нас бы реально размотали. Товарищи дельтоники, скажите, какого цвета это полотенце? Сине-желтое, черно-синее. Я тебе говорю, не трогаю полотенце. Март. Холодная погода, ослабленный иммунитет. Людям липнет всякая хворь. Одна такая хворь прицепилась к нашей команде Ярик. А последняя шестерка в машине нашего юмора, Андрей. Андрей уверенность в том, что все его шутки смешные, подкрепляет светлым, нефильтрованным. О, конец юмора, Андрей, чем будешь удивлять? Дорогие девушки и участники... Слава общества. Ну, че-то, че-то подарили сковородку. Песня. Маша парень пил армонию свою, и в букет издрался огромный панарин. Все, кто лучше в твоем ухе, и сейчас, здесь, если бы ты одна слезал. Потому, что гендер душа у тебя, а ты любил заплату 3-ю певраля. Ну, че-то, Сан, отличный трэш. Сан, ты трэш. Я элит. Убайте поручитель по кредитам. Сказал мне, что мой новый парень похож на девчонку. А это Илья? Человек, который искренне верит, что политика Путина такая специальная, такая ходочка, чтобы ее афаналов с доминировали. Как вы понимаете, никто в нашей команде не захотел, что это про Путина, и я представляю себя сам. Потому, что я ничего не боюсь. Путин шмутен, мы тут шутим. Видите, все обуси позвольте. Сказал мне, что мой новый парень похож на девчонку, зачем я открылся. Прекрасно. И как мы теперь продолжаем с этим наш опенейл? Никак. Потому, что наше мероприятие подошло к концу, а их все равно не будет. Команда КВН три кота на мясо. Здоровья, ребят? Ваши апресменты, и команда КВН три кота на мясо. Можно пообладать огромче. Теперь мы переходим, собственно, к конкурсу «Разминка». Хотелось бы сказать, что сегодня вопросы задают много уважаемых членов жюри. И, как я понимаю, первым задаст свой интересный и смешной вопрос Сергей Лисоводров. Я апресменты ему. Здравствуйте всем. Здравствуйте всем. Привет, кого не видел. Поздравляем случаях, конечно, хотел бы поздравить всех девочек с 8 марта, прошедшим всем. Мальчик похлопает, конечно. Ну что вы там сидите. Я привижу всех, кто не хлопает. Вы не хлопает. Всех вас, девушек, кто здесь присутствует за 8 марта. В общем, такое дело. Забыл совсем про 8 марта, не поздравил свою девушку. Как мне ее вернуть? Руку сломала не она. Вот такой вопрос от Сергея. Забыл поздравить свою девушку с 8 марта. Как ее вернуть? А как сломал Сергей? Всем же интересный сейчас. Вот такой вопрос. Как можно рома, гололед. Оставленный иммунитет. Да? Ну что же, ответ от команды какой-то плохой и очень плохой. Сергей, повторяйте, пожалуйста. Как мне ее вернуть? Вот у тебя проблемы. У меня паки сидит. Но это уже не мои проблемы. Как мне ее вернуть? Да вернешь еще, не лампад же заложил. Отвечала команда, знаешь, хватает со спокойно. Ответы команды люди напротив. Сергей, повторяйте, как вы... Как мне ее вернуть? Можно еще раз, пожалуйста. Как мне ее вернуть? Эйчирь пройдет, сама позвоните. Отлично. Я учен. Отвечала команда люди напротив. Есть ли еще ответы у команд? 5, 4, 3, 2, 1. Есть два ответа, как смотрите, надо сейчас считать. Отвечает команда КВН Картина Репина. Как мне ее вернуть? Ну ты че, зачем тебе ее возвращать? Ну, ну смотри вокруг. Отлично. Ответ пришел на КВН вообще. Ответ от команды КВН Старе знакомый. Как мне ее вернуть? Ну ты номерок, давай позвони, поговорю, вернемся. Нормально, позвольте. Хорошо. И ответ от команды КВН Кожа. Подожди, сначала вопрос. Кожа, как мне ее вернуть? Ну после 8 марта отрези, это придет. Сиди, а то я не чертю. Сиди, а то я вражу. И ответ от команды КВН Три Котана Мясо. Как мне ее вернуть? Да, на Восибирске большой город, еще новый. Это просто заметки, это просто КВН. Вот есть еще один, давайте последний ответ, это вопрос. Как мне ее вернуть? Погляйте. Отлично, отлично, отлично. Но, Сережа, смотри, как просули. Все, это крайний ответ. Теперь она точно крайний ответ. Как мне ее вернуть? За три. Спасибо, Сергей, это было приятно. Спасибо всем. Сережа, давай рукой, рукой. А вопрос это задает капитан. Пока тебе говорят вопрос, я потяну. Капитан команды КВН. Экскурсия по городу Александр Шнайдер, друзья. Ура, друзья, здравствуйте всем. У меня очень серьезный вопрос. Да? Да, очень серьезный вопрос. Я собираюсь покупать автомобиль себе. Ну, ездить, чтобы гонять по городу. И вот, мне нужен совет от вас, как от автолюбителей, какой мне приобрести автомобиль. А тебе какие нравятся машины? Спортивные, седаны, какие? Да на самом деле, никакие мне не нравятся. Это просто вопрос, я придумал, ничего не собираюсь покупать. Нет, почему собираюсь покупать? Правда. Ответ от команды КВС-2-й, что плохой? Скажи, какой автомобиль мне приобрести? Я тебе другое скажу. Батя сидит, аж за рулем сестра была. Вот, пока оказывается город купил ее юристическую талант, мы, друзья. И своеобразные родители. Есть ли еще ответы? Есть ответ от команды, кто в моем квартале. все спокойно. Скажи, какой автомобиль мне приобрести? Зачем автомобиль? Лучше автобус, экскурсии водить по городу. Команда Квен Гор. Скажи, пожалуйста, какой автомобиль мне приобрести? Ходи пешком. Как хорошо, что были шутки у вас, Александр, в эфире. Не было бы их, или бы песни Грузии. Ну что, есть еще какие-нибудь ответы? Есть ответы у команды КВН? Люди напротив? Скажи, пожалуйста, какой автомобиль мне приобрести? Нифига вам, омолос, бабок дают. А по мне еще? Давай только не пропатим. А то слезы на глазах. Скажи, какой автомобиль мне приобрести? Девятка на рече. Света, морской волны, девятую модель. Девятая пацаны, по делу тоже. И вот так. Дядя, вот из трагедии какая смешная шутка получилась. Трагедия отца сделала игру. Спасибо, спасибо всем. Спасибо, Александр. Друзья, можно поаплодировать. Передаю микрофон. Вопрос задает Евгений Юрьевич. Давайте вы зададите вопрос. Можно какой-нибудь, который уже был даже? Почему у меня не шестой айфон? Почему у Евгений не шестой айфон? Такой вопрос. Начнем с того, что у него прицепи. Симминс лежит. А почему не шестой айфон? Как странно. На сцене не услышали, а там рассказывают. Странно сегодня. Ответ от Каунт. Старый знаком. Вопрос можно, пожалуйста, задать. Почему у меня не шестой айфон? Потому что у вас нет денег. Первый вопрос, пожалуйста, для команды КВМ «Партанец». Все спокойно. Почему у меня не шестой айфон? Его батя в курсе по-любому. Ответ от команды Квадрии находится в НГУ. Почему у меня не шестой айфон? Потому что вы работаете в муниципальном казенном учреждении. Ответ от команды Квадрии говорит «Кожа». Почему у меня не шестой айфон? Будут у нас шестерки, будет шестой айфон. Я на полку команды Федералического университета. Я разъявляю. Есть ли еще ответы на столь простой вопрос? Есть, друзья, есть ответ. Почему у меня не шестой айфон? А это что? Все, где-то больше нет. Спасибо большое, Евгений Юрьевич. Давайте поблагодарим вам всем. Евгений Зайцев, у вас нет вопросов? Он вопросов, как да? После хопа? После двух хоп. Давайте вопрос задает директор открытой лиги Квадрии Сергей Ганки. Здравствуйте. Всем, вот Сергей сказал про звучательный праздник 8 марта. Я хочу отметить, что у нас хоккейный клуб Сибирь прошел второй раунд. Это было не так, что у нас хоккейный клуб Сибирь, поэтому не знаю, как вы, но если я живу с хоккеем, смотрю его, поэтому, знаете, у хоккейстов есть очень много традиций, и они говорят так, что, наши хоккейсты сказали, что если они выиграют континентальную лигу Квадрия Гагарина, они побреются на усы. Вот что вы бы сделали, если выиграют клубок открытой лиги Новосибирска? У меня вот есть ответ для одной команды. Батю, руки. Отвечает команда КВН, Кожа! Что бы вы сделали, чтобы победить в открытой лиге Новосибирска? Но вы знаете, мы бы в Сочи поехали. Ну, молодцы. И что, сам был Серега? Вроде бы сам придумал этот триц. Придумал. Чтобы вот команда хоккейная Сибирь, она бы побрилась нагло, чтобы вы сделали, если бы выиграли кубок открытой лиги КВН. Отвечает команда КВН, люди напротив. Спасибо вам всем, что объяснили. Что бы вы сделали, если бы победить в открытой лиге Новосибирска? Против сестры показания дам. Аплодисменты, отвечает команда КВН, в моем квартале все спокойно. А скажи, пожалуйста, ты переоделась? Да вопрос сейчас. Скажи, что ты сделала, если выиграешь открытую лигу Новосибирска? А я бороду отпущу. Еще раз, приоритет. Еще одна девушка отвечает. ДФКВН, картина Репина. Что ты сделаешь, если выиграешь открытую лигу Новосибирска? Да я вам накидалась. Отвечает команда КВН, старый знакомый. Что ты сделаешь, если выиграешь открытую лигу Новосибирска? Куплю шестой фон. Сипех. Оп, готовый. Истребжок. Евгений, вы словом, вынают все довольны? Все, спасибо, Сергеев Галкин, друзья. Ну что с вопросом дает Евгений Зайцев, автор самых искроменных и интересных вопросов? А, спасибо, но сегодня я не подготовился, и поэтому вопрос такой... Эх, ни разу за два сезона не подготовился. Вот какой бы вопрос мог задать взрослый дядька из жюри? Вот, отличный, отличный вопрос, и за вас. Отвечает команда КВН, люди, на против. Какой бы вопрос мог задать взрослый дядька из жюри? Венегрет свежий? Отвечает команда КВН, она символизируется с Венегрета, понимаете? Отвечает команда КВН, не катанное мясо. Какой бы вопрос мог задать взрослый дядька из жюри? Не знаю, мы вообще с ним разлим выиграем, а в копу готовимся. Отвечает команда КВН, плохой и очень плохой. Я прям чувствую, прям штуку, как он подряд. Итак, какой вопрос мог бы задать взрослый дядьке из жюри? О, а ты что, переоделась? А это, друзья, команда КВН, три кота на мясо. Можно поаплодировать громче! Баба, баба, вы не смеете здесь! Вот такое сделано! А в конкурсе одной песни мы намерены взять высший балл. И для этого написали идеальную песню и теперь не сомневаемся в своем успехе. Да вы сейчас оставили, все поймете. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok